Президент Кыргызстана Саранбай Женбеков подал в отставку. Сторонники оппозиции приняли новость с ликованием. Они начали требовать этого около полутора недель назад, после парламентских выборов, результаты которых позже отменили. «Женбеков заявил, что не хочет остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. По его словам, этим шагом он надеется предотвратить столкновения между протестующими и силами безопасности, которые охраняют правительственную резиденцию». Ранее Женбеков обещал покинуть свой пост после повторных парламентских выборов. Однако протестующие потребовали немедленной отставки. В итоге он стал третьим президентом за 15 лет, свергнутым в результате народного восстания. Тем временем в Бишкеке у гостиницы «Исы Куль» вновь собрались сторонники оппозиции. Теперь они требуют отставки всего парламента, а также спикера Канадбека Исаева. Согласно Конституции, он должен был временно исполнять обязанности президента Кыргызстана. Протесты в Кыргызстане начались 5 октября. Причиной стало то, что в парламент прошли только четыре из 16 партий, причём три из них поддерживали Женбекова. В ходе беспорядков пострадали 1200 человек, один погиб. Премьер-министр Кубатбек Баронов подал в отставку. Его место занял оппозиционер Садыр Жапаров, которого на прошлой неделе протестующие освободили из тюрьмы. Между тем, спикер Канадбек Исаев отказался исполнять обязанности президента. После этого полномочия временного главы государства перешли к Садыру Жапарову. Впервые в истории Кыргызстана один человек занимает должности президента и премьер-министра. По словам Жапарова, новые выборы в парламент должны пройти не позднее 10 января. Также парламент страны отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке, который ранее ввёл Женбеков. Между правительством Йемена и повстанцами-хуситами начался обмен пленными. Воюющие стороны договорились об этом в конце сентября на встрече в Швейцарии, в рамках соглашения освободя 1081 военнопленного. Правительство Йемена и арабская коалиция во главе Саудовской Аравии отпустят 681 боевика. Повстанцы-хуситы – 400 человек. В их числе будут 15 саудовцев и четверо суданцев. Обмен пленными проходит под наблюдением Международного комитета Красного Креста. На первом этапе освободили 484 человека. В ближайшие дни отпустят остальных. В сане освобождённым боевикам устроили торжественную встречу. «Мы воевали на фронте Бака, рядом с Саудовской Аравией. Нас взяли в плен и продержали полтора года». Изначально враждующие стороны договорились провести обмен ещё в 2018 году во время мирных переговоров. Тогда они согласились отпустить 15 тысяч человек. Но соглашение выполняли медленно. «Я призываю другую сторону продолжить эту операцию, чтобы мы смогли обменяться всеми пленными». Спецпосланник ООН Мартин Гриффитс назвал нынешний обмен воздушным мостом надежды, который проложит путь к соглашению о постоянном мире в Йемене. Между тем, по данным организации «Врачи без границ», в городе Тайс снова вспыхнули столкновения. Один человек погиб, около 40 получили ранения. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. По данным ООН, она уже унесла жизни более 100 тысяч человек и породила худший в мире гуманитарный кризис. Международный комитет Красного Креста сообщает, что 24 миллиона йеменцев, а это 80% населения, нуждаются в помощи. Из них 20 миллионов человек недоедают и не имеют доступа к чистой питьевой воде. Правительство Японии решило слить радиоактивную воду с аварийной АЭС Фукусима в море. Как и ожидается, официально об этом объявят в течение месяца. Спикер Кабинета министров в Японии Кацунобу Като сказал, что правительство постарается утвердить все нюансы как можно скорее. «Мы не можем постоянно откладывать решения по вопросу отработанной воды, чтобы не задерживать процесс остановки атомной электростанции Фукусима-Доити. Мы активизируем обсуждение внутри правительства. Решение будет своевременным и ответственным». Как сообщает компания-оператор АЭС «Токио Электрик», с момента аварии на станции в 2011 году было собрано уже более миллиона тонн заражённой воды. И это пока одна из самых острых проблем в процессе остановки реакторов, поскольку воду негде хранить. Как ожидается, операция по отключению АЭС и очистке территории может занять десятилетия. Однако общественность снова обратила внимание на проблему на фоне подготовки к Олимпиаде. Спортивное мероприятие состоится в Токио летом следующего года. И некоторые состязания будут проходить менее чем в 60 километрах от АЭС. По автополигону Милбрук в Великобритании едет беспилотный автомобиль. Автономная система ориентируется в окружающем мире с помощью камер и датчиков. Но если подключить бортовой компьютер к высокоскоростному интернету, автомобиль будет получать информацию об общей ситуации на дороге в режиме реального времени. Британские специалисты проверяют, как эта функция работает с помощью мобильной связи 5G. «Инфраструктура, светофоры, дорожные знаки, центры управления будут напрямую сообщать вашему автомобилю, что на следующем повороте стоит сломанная машина или не работает светофор». Перед испытаниями здесь установили шесть десятков антенн, на которых закреплено почти 90 радиомодулей. «В этой небольшой области мы создали сверхплотную сотовую сеть, чтобы получить максимальный результат. Чем лучше покрытие, тем выше скорость». Специалисты обещают, что 5G обеспечит меньшую задержку сигнала во время связи. Чтобы проверить это, на полигон выезжает вторая машина. Она развивает скорость в 260 километров в час. После этого пассажиры обоих автомобилей связываются с помощью видеозвонка. Изображение на экране идеальное. Скорость соединения достигла 1,6 Гбит в секунду. «Как ни удивительно, главным пользователем этой функции будет не автомобильный транспорт. Это предназначено для высокоскоростной железной дороги. Перед нами стоял вопрос, сможем ли мы отправлять 1 Гбит в секунду с движущегося транспортного средства на скорости 260 километров в час». Исследователи считают, что высокоскоростной интернет откроет ещё много полезных возможностей. Для кого-то обрезки ткани – просто мусор. Но для нигерийской художницы Марчеллины – это ценный ресурс. С помощью ярких лоскутков девушка создаёт необычные картины. «Ткань делает мою работу уникальной, придаёт ей индивидуальности. Когда вижу её, она меня притягивает. Между мной и картиной возникает что-то общее, поскольку ткань – это то, что я хорошо знаю». Марчеллина использует обрезки африканской ткани, которая известна под общим названием «Анкара». Она сделана из хлопка и украшена ярким восковым принтом. Из такой ткани шьют и простую одежду, и модные наряды. «Когда нет денег, не можешь купить некоторые материалы. Но эти обрезки просто выкидывают. Поэтому я начала использовать их для создания картин». Художница использует в работе акриловые краски и лоскутки ткани. Картины получаются объёмными и словно живыми. На них уже обратила внимание одна из художественных галерей Лагоса. «Издалека непонятно, что это сделано из обрезков ткани. Но подойдя ближе, видишь лоскутки разных форм и цвета. Это выделяет картины в глазах коллекционеров. И замечательно то, что человек собирает отходы и что-то из них создаёт». Галерея взяла сто работ нигерийской художницы. Некоторые уже продали, и цена отдельных картин достигала 25 тысяч долларов. Ну а Марчеллина хочет в ближайшие годы освоить и другие формы художественного творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова